Всем привет, вы на канале Пандору, и в этом видео обзор мини-пк с Алиэкспресс Beelink CR5. Стоит данное чудо 30 тысяч рублей, и сегодня я максимально его протестирую и узнаем, на что же способен такой маленький компьютер. Тесты будут в играх, посмотрим FPS, также запущу 4K видео, проверим всю начинку данного девайса и поймем, стоит ли он своих денег. Поехали! Поставляется вот в такой вот красочной коробочке, на обратной стороне которой сразу указаны все характеристики. Процессор здесь AMD Ryzen 5 5560U, 16 гигабайт оперативной памяти и 500 гигабайт встроенной на очень быстром SSD диске. Также здесь есть Wi-Fi 6, гигабитный порт под интернет и все необходимое, что нужно для работы такого типа компьютера. Который можно собственно к нему подключить, но внутри уже установлен SSD диск на 500 гигабайт. Как я уже сказал, компьютер полностью готов к работе. Просто если вам нужно подключить дополнительный жесткий диск, то и такая возможность имеется. Также инструкция с картинками, в которой и есть русский язык. В комплектации поставки есть переходник на жесткий диск, HDMI кабель хороший такой, еще один короткий HDMI кабель, их целых два, и блок для питания компьютера. Также есть скрепление, которое можно прикрепить куда угодно, к обратной стороне монитора или же просто на стену, ну или куда сами захотите. Мини-ПК упакован очень хорошо, чувствуется качественность товара. Впереди есть два USB порта, один USB Type-C и выход для наушников 3.5 джек, и также кнопка для включения. С обратной же стороны порты Ethernet, два USB, два HDMI и вход для кабеля питания. Снизу есть памятка, как войти в BIOS и что я хочу вам сказать. Сборка очень качественная, ничего вообще не болтается, монолитная конструкция. И выглядит действительно красиво. Даже не верится, что такой маленький мини-ПК действительно что-то сможет показать, например, в играх. Но это мы сейчас и проверим. Кстати, на нем уже установлена официальная Windows 11. Запускается ПК очень быстро, примерно за 5 секунд. Спасибо за это быстрому SSD диску. Итак, как вы убедились сами, все честно, я показываю работу именно этого мини-ПК. Итак, друзья, показываю, как говорится, в реал-тайм, чтобы никто не сомневался, что это именно этот мини-ПК. Вот Beelink, вот HDMI кабель подключен. Идем по проводу и видим, что именно он подключен к монитору. Кстати, он прямо сейчас включен и, как видите, его практически не слышно. Здесь есть вентилятор, но он включается сильно только когда компьютер под нагрузкой. А для этого нужно поиграть, ну или обычно даже рендерить видео. Показываю при вас сразу. Вот запускаю, например, Stalker. У меня есть запущенный MCI AutoBurner, чтобы мы могли посмотреть сразу настройки FPS и так далее. Также подключены колоночки у меня. Собственно, мышка, клавиатура. И вот идет запуск. Выставлены высокие настройки. Да, Stalker это старая игра, но все-таки у нас мини-ПК. Посмотрите, насколько он маленький. Вот размером с мою, можно сказать, ладошку чуть-чуть больше. Загружаем сохранение. Я уже, естественно, тестировал. Здесь FPS падает при загрузке, но, собственно, естественно, очевидно, что из кадров больше не должно быть. Ведь здесь просто статическая картинка. Итак, вот мы загрузились. Настройки высокие. FPS, как видите, 140. При движении он, в принципе, падает примерно до 100 и перестрелках. Но это как бы очень даже играбельно. Я думаю, все согласны. Вообще супер. При, опять же, высоких настройках. Доказываю. Опции. Статичное освещение. Установки качества. Высокие. 1920 на 1080. Мини-ПК на самом деле огонь. Продолжаем. Ну и теперь давайте протестируем уже более детально. Тесты в бенчмарках я показывать не буду, потому что, откровенно говоря, мало что в этом понимаю. Думаю, как и большинство моих зрителей. Поэтому тестировать будем, так сказать, на реальных задачах. Ну и для начала я запустил C++Z, чтобы убедиться в параметрах ПК. Здесь мы видим, что у нас действительно Ryzen 5 5560U с 7-нанометровым техпроцессом работает на частоте 3400 МГц. Память DDR4 16 ГБ с частотой 1600 МГц. Две плашки по 8 ГБ. Видеопамять встроенная AMD Radeon Graphics 6 на 512 МБ видеопамяти. Ну и все, что нам остается, это протестировать данное дело в играх, посмотреть, как справиться с 4К-видео и со всеми обычными рабочими задачами. Начнем с CSGO. Здесь стабильно выдает примерно 70 FPS при перестрелках и в спокойном режиме примерно 80-90. Настройки средне-низкие и этого более чем достаточно для комфортной игры. Конечно же, если поднять настройки выше, то FPS упадет. Но, например, в Counter-Strike этого точно делать не стоит, так как все киберспортсмены играют на самых минимальных настройках графики. Так получается самая стабильная и четкая игра. Да, игрок в Counter-Strike из меня очень такой себе. А чтобы показать, как себя ведет ПК в перестрелках, я запустил игру с ботами. Потому что в обычной нормальной игре я просто очень быстро умираю и ничего не смогу вам показать. Но я тестировал, FPS там абсолютно такой же, как и при игре с ботами. Собственно, слева сверху вы сами видите все параметры и можете делать выводы. Как видите, бывают просадки до 55-60 FPS. Но этого тоже более чем достаточно. Игра идет плавно, играть очень комфортно. Каких-то проблем тут не увидел. К тому же настройки не самые низкие, поэтому FPS можно поднять еще выше, если есть такая необходимость. Но, на мой взгляд, 60 FPS более чем достаточно для любой игры. Ну и, конечно же, стоит понимать, что это всего лишь мини-ПК размером практически со смартфон. И выдавать 60 FPS в одной из самых популярных игр нашего тысячелетия – это очень хороший результат. Но, конечно же, я не я, если бы не усложнил задачу еще сильнее. Я запускаю Apex. Это очень популярный шутер в наше время и довольно-таки современный. Играть в него я, конечно же, тоже не умею, так как в игры в принципе особо не играю. Но показать вам что-то смогу. Итак, здесь стабильные 30 FPS. Иногда бывают просадки до 28, но вообще держатся на 32. Это в режимах перестрелки. А в спокойном режиме разведки примерно 40 FPS. Настройки, конечно же, самые низкие. Еще раз покажу, что это именно наш мини-ПК, который практически не слышно. И при этом он показывает, в принципе, играбельный результат. Даже в современной игре, как Apex. Конечно, для многих 30 FPS покажется слишком мало. С таким FPS вы не сможете стать киберспортсменом, но этого вполне достаточно просто поиграть и получить удовольствие. Отдохнуть от жизни, так сказать. Каких-то сильных лагов или что-то такое не наблюдается. Картинка достаточно плавная и комфортная. В принципе, любая игра, в которой есть хотя бы 30 FPS, будет выглядеть неплохо. Итак, включение номер 2. Игра Apex. Наш мини-ПК подключенный. Все так же вентилятор не хочет разгоняться. Но в целом, вот нагрузка в Apex. 41 FPS в среднем получается. Ну, вообще, в среднем примерно 30 FPS. 40 FPS, это если вот такая спокойная местность. Если же какие-то перестрелки, то 30 FPS с просадками до 28. Играть все еще можно. Настройки, конечно же, минимальные. Но, блин, от такого маленького мини-ПК, который по факту отлично подходит к работе, потому что у него реально очень быстрый SSD. Он включается буквально за 5 секунд. Еще и поиграть даже в, например, современные игры типа Apex. Пусть и в 30 FPS. Это, я считаю, круто. Потому что его можно просто положить в карман. Взять с собой куда угодно. Подключить по HDMI кабелю, например, к тому же телевизору. Взять с собой складную маленькую клавиатуру. Маленькую мышку на батарейках. И вообще, блин, поиграть где угодно. Поработать где угодно. При этом FPS, даже как я показываю в современных играх, в целом достаточно. Конечно, в Cyberpunk не поиграть. Я попробовал. Там получилось 15 FPS. Я даже не стал записывать. Поэтому вот такие дела. Поиграть в старые игры типа того же S.T.A.L.K.E.R. Вообще супер. Там больше 100 FPS. В контре в среднем 70-80 FPS. При минимально средних настройках. Если вообще все минимально выставить, то будет больше 120 FPS. Вот такие вот дела. Мини-ПК огонь. Реально рекомендую. Для всех, кому нужно такое решение. Можно брать с собой на работу. Подключать там как бы рабочий монитор. Работать. И при этом, как видите, выполняет огромное количество задач. При этом я хочу при вас еще показать в реальном времени выключение и включение. Чтобы вы поняли, насколько быстро здесь работает вообще вся система. При том, что я сюда поставил уже очень много программ. Это ему не мешает. Вот, кстати, слышите? Максимально близко подношу, чтобы услышали шум. Обычно он работает тише. Просто сейчас из-за апекса, конечно же, он поднагрелся. И решил поработать погромче. Итак, начинаем выключение, завершение работы. Сейчас он закроет то, что я не закрыл до него. И покажу, насколько быстро он включается. Так, все еще ожидаем, пока выключится монитор. Все, вентилятор уже потух. И нажимаем на кнопку включения. Видите, она не горит. Включаем. Продукт вентилятора всегда идет, когда включение. Beelink. И все. Мы уже в системе. Как видите, супер-быстрый SSD. Супер-быстро все загружается. Блин, для работы вообще супер. Еще и поиграть можно. Я бы назвал его игровым, действительно, при таких размерах. То, что можно любую старую игру поиграть. Даже в новые, в небольшом FPS. В CSGO вообще без проблем. Там 70-80 FPS. Реально, ребят, очень рекомендую. Для тех, кому нужно такое решение. Иногда это действительно лучше ноутбука. Потому что это более компактно. Например, на работу вы приходите. И вам, может быть, нужно подключить именно свое устройство. Вот это вот, блин. Чуть больше смартфона, можно сказать. Отлично. Тянет все. Работает быстро. Про работу с какими-нибудь браузерами вообще, я думаю, говорить не стоит. Ты только нажимаешь, все сразу открывает. А 4К видео тоже. Прямо сейчас тоже давайте запущу. Что-нибудь такое. Ну вот, даже вот это можно запустить. Врубаем 4К. Как видите, просто моментально. Моментально все работает. Супер. Супер. Ну а если вы любитель РПГ игр или старых игр, например, Сталкер или Counter-Strike 1.6, то этот ПК будет выдавать вам столько FPS, сколько, так сказать, и не требуется. В том же Сталкер выдает более 100 FPS. В Counter-Strike 1.6 более 150 FPS. Чего, естественно, более чем достаточно. Во всех старых подобных играх до 2015 года очень комфортно. Также снимал Ведьмак 3, но не записалось. Там было стабильно 45-50 FPS при низких настройках графики. Играть тоже было очень комфортно, картинка плавная и все отлично. Конечно же, при поднятии настроек графики падает FPS. Но тут каждый выбирает, что ему приятнее. Более красивая картинка, но чуть меньше FPS. Либо же ему важно именно количество кадров. Я хочу заметить, что все фильмы, которые мы смотрим, сняты в 24 или 30 кадров. Здесь же FPS то же самое, количество кадров можно сказать. Поэтому все, что выше 30 FPS, как я уже сказал, в целом очень даже играбельно и неплохо. Больше 30 FPS нужно обычно только в шутерах, типа CSGO. Но, как мы уже выяснили, в CSGO стабильно 60-70 FPS. Так что все отлично. А в играх от третьего же лица 30 FPS хватает с головой. Вот такой вот мини-ПК. Однозначно рекомендую его к покупке, если вам нужен такой компактный, быстрый и мощный по своим меркам ПК. Главным его плюсом отмечу то, насколько тихо он работает. В спокойном режиме серфинга интернета его не слышно от слова совсем. При этом любые задачи для обычного любителя интернета, такие как просмотр видео, загрузка страниц и сайтов, работают очень быстро. Здесь нареканий быть не может в принципе. А то, что в него еще можно и поиграть, это вообще супер. К тому же он вполне неплохо справляется, например, с монтажом видео. Так как при рендере важен именно процессор, а процессор здесь достаточно мощный. Я в принципе не могу найти минусов у этого мини-ПК за такие деньги. Кто-то может сказать, что это реклама, но это мое собственное мнение. И те, кто в итоге купят данный девайс, убедятся в этом сами. Ссылочку на него со скидкой я оставлю в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Еще услышимся!